Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и это не просто какая-то распаковка и предварительный обзор на Honor 20 Pro. Это нормальный обзор на Honor 20 Pro. Я смартфоном пропользовался уже более 73 часов, мне есть что рассказать. Я подходил ко всему максимально скрупулезно. Те, кто подписан на канал давно, они знают мое отношение к бренду, поэтому мне в пятницу он ко мне пришел, я такой достаю его с коробки. Первым делом я проверил, есть ли у смартфона запись разговоров. Соответственно, ее не было. Немножко расстроился, побежал на форум, там оказывается есть решение, я скачал АПК, установил, проверил, что он работает нормально, поставил туда обе свои основные симки, быстренько туда перегнал все свои основные программы и пользовался им как основным. Чтобы не просто там, знаете, рассказать, ну смартфон прикольный, ну веселый, а мне стало самому очень интересно, что это за смартфон и действительно достоин ли он вашего внимания. Поэтому, начну я с распаковки, не знаю зачем, но просто так надо. Хотя тут особо-то рассказывать, ну в плане распаковки нечего, тут в комплекте идет смартфон. Вот такой вот конвертик, который якобы намекает, что в комплекте со смартфоном должен идти чехол, но нет. Я думал, что может быть это просто в моей версии, которую мне прислали, нет. Я зашел на официальный сайт, посмотрел, что нет чехла, в комплекте нету, поэтому это просто конвертик, положу туда аккуратненько. Далее, USB-C кабель, обычный USB-C кабель беленький, положу тоже вот туда. Зарядное устройство, зарядное устройство SuperCharge. Сразу скажу, этим зарядным устройством, оригинальным кабелем, который вон там валяется, смартфон в выключенном состоянии, он правда потом включается. Первый раз он у меня зарядился за час 34, второй раз он у меня зарядился за час 45. Не знаю, почему разлет в 11 минут, но говорю цифры по факту. То есть, первый вот так, второй вот так вот. Окей, эта штука тяжелая, ну как тяжелая для того, чтобы ее кинуть, поэтому просто поставлю в сторонке. В комплекте еще есть переходничок с USB-C на джек 3,5. Тут стоит кинуть камень в огород одного бренда, который это перестал делать, да и вообще нет. Ладно, мы сегодня не об этом, поэтому коробочку тоже отложу вон туда. Переходничок аккуратненько положу куда-нибудь вот туда на край стола. Ванночку, в которой лежал смартфон, тоже отложу. И перейдем к самому смартфону. Так как я и сказал, я смартфоном пользовался очень тщательно, очень придирчиво, все смотрел. Поэтому в видео расскажу много интересных вещей, которые я даже редко проверяю. Причем на некоторые я натолкнулся, на некоторые я вычитал на форуме. Причем постараюсь отвечать на самые частые вопросы, которые пишутся опять же на форумах, задаются от пользователя к пользователю. Итак, начнем. Внешний вид. Экран 6,26 дюймов, разрешение Full HD+, и с завода наклеена пленочка. Причем, помимо того, что с завода наклеена транспортировочная пленочка, я как настоящий колхозник. Три дня уже хожу со всеми пленками. Обратили внимание, что я эту еще даже не отодрал. И вот эту тоже не отодрал. Я ждал этого момента. Я ждал, когда он наступит. Я хотел просто сделать это на камеру. Просто запечатлеть, что ты вот так вот, даже не с первого раза, вот так вот снимаешь. Хотя не знаю, зачем я снял вот эту пленку. Можно было просто язычок обрезать, и у меня было бы две пленки. Прикиньте, как круто. Далее, соответственно, выглядит оно очень круто. Камера фронтальная находится в экране, сверху, вот тут вот. Причем, не буду говорить, что ты ее со временем не замечаешь. Прошло три дня, я ее замечаю. Я даже, смотрите, вот такую веселенькую обоину повесил с человеком-пауком. Если ее вот так вот перемешаешь, у меня там в уголку висит человек-паук. Это прикольно, это забавно. И касаемо сразу этой камеры, я к ней привык точно так же, как я привыкал к вот этим, ну то есть привык к вот этим вырезам. Знаете, вот тут маленькие такие писюнчики у обычного смартфона, как вместо фронтальных камеров. Нормально, прикольно. Ты замечаешь, и все. Не могу сказать, что оно в приложениях тебе где-то мешает. Даже при игре в PUBG Mobile, тут как бы в углу, я даже рюкзак оттуда убрал. У меня там раньше была кнопка рюкзака. И все как бы. Окей, давайте еще по внешнему виду, давайте еще вот эту вот пленочку, тоже я этого ждал. Вот эту пленочку аккуратненько отдираем. Вау. Я специально это сделал только что, как ходил с этим очень долго. Слушайте, тут посередине какая-то есть линия, да? Или это просто... А, да, все, я теперь пальцами залапал. Оно теперь не как ли... Выглядит обалденно, да? Я очень долго думал, что это за материал. С одной стороны, мне кажется, что это пластик. Но с другой стороны, довольно-таки холодный и довольно-таки горячий, когда ты играешь в что-то тяжелое. Поэтому мне кажется, что это стекло. Да, и причем я пробовал даже на зуб, честно скажу. Оно бьется как об стекло. Поэтому буду говорить, что это стекло. Но, далее. По органам управления. С правой стороны находится кнопка включения, в которую встроены... Сканер. Честно скажу, я знаю, что у некоторых брендов эта функция уже давно есть. Но лично я не пользуюсь впервые. И хочу сказать, что это удобно. Это удобно, причем это разблокирует очень быстро. Да? То есть, видите? Только прикладываешь, только разблокирует. Мгновенно. То же самое касается и разблокировки по лицу. Она тоже мгновенная. Сейчас я постараюсь другим пальцем нажать. То есть, я нажал другим пальцем, показал ему лицо. Он его что-то как-то медленно распознал. Давайте так, чтобы... А, вот. Видите? Другим пальцем. Вот. У меня же большой только привязан вот этот. Тихо, тихо. Ты подожди. Или вот так вот. Просто включаю сразу. Так. То есть, короче, очень быстро. Что разблокировка по пальцу, что разблокировка по камере. Очень быстро. Далее. Очень интересный орган. Ну, не то чтобы орган управления, но очень интересная штука. Вот тут вот сверху находится маленькое такое окошечко. Большинство людей, да и тех, кто снял видео, почему-то сказали, что это инфракрасный порт. Я, естественно, это проверил. Да, я, соответственно, скачал несколько приложений для инфракрасного порта. Ни одно приложение его не обнаружило. Я подумал, что за фигня. Полез опять на те же форумы. И там вычитал. Уже, не знаю, в пятый раз, наверное, человек пишет, всем объясняет. Ребята, это не инфракрасный порт. Это датчик приближения. То есть, когда тебе идет звонок, когда ты поднимаешь трубку и прикладываешь телефон в куху, то, соответственно, за счет вот этого датчика экран гаснет. Я это, кстати, проверил. Действительно. Если ты куда-нибудь вот тут прикладываешь, то ни хера не гаснет. А если ты прикладываешь на датчик, то экран гаснет. Почему они так сделали, не знаю. Но это довольно-таки прикольно. Также сразу хочу сказать, пока не забыл, по поводу... Короче, есть индикатор уведомлений. Он находится вот в этой вот компактной решетке динамика. Вот он тут вот находится с левой стороны. С левой стороны у смартфона находится только слот под две nano SIM-карты и больше ничего. Снизу микрофон, динамик, USB-C и все. Как я и сказал, фронтальная камера. 32 мегапикселя с... Ну, написано, что она с искусственным интеллектом. По факту делает очень даже неплохие фотографии. Причем такие селфи получаются... Прям... Я не могу... Как-то пытался я сделать... Ну, постараться, чтобы, ну, так себе получить. Получается действительно очень даже неплохо. Я бы сказал, наверное, даже хорошо, хотя не свойственно для меня про этот бренд говорить хорошо. Но все по факту. По поводу съемки видео на фронтальную камеру. Давайте я сразу покажу вам пару примеров. Пример съемки видео в Full HD, полный экран. Посмотрим стабилизацию. Да и вообще, как оно? Шлейфы есть? Шлейфы есть? А если найду? В общем, вот так вот оно снимает на полный экран. А это пример съемки видео просто Full HD, не на полный экран. 30 кадров. Опять же, смотрю стабилизацию. Шлейфы. Ну, по крайней мере, на экране шлейфов не видно. Ну, а там посмотрим уже на компе, на смартфоне. Вот так он снимает на фронталку. То есть, если ты снимаешь, в принципе, на полный экран, я, конечно, не знаю, зачем это нужно, то, во-первых, видны шлейфы, во-вторых, видна, за счет чего делать стабилизацию. То есть, картинка вроде такая классная, плавная, стабильная, но ты видишь эти... Если ты просто снимаешь Full HD без всяких вот этих вот на полный экран, то картинка довольно-таки приятная и без всяких... Ну, можно там, можно вот на том варианте, где был... где просто Full HD, там в начале, если присмотреться и замедлить, то ты замечаешь, что когда я начинаю дергать, то легенький шлейфик такой есть все-таки. С задней стороны смартфона рассыпь камер. Их тут 4. Давайте считать. Ну, как считать, короче, просто скажу, что вот это вот ширик, да, 16 мегапикселей, 117 градусов угол. Вот это вот основная камера, по-моему, Sony IMX 586, 48 мегапикселей. Вот это телевик, по-моему, 8 мегапикселей, если я ничего не путаю. А вот это вот маленькое над вспышкой, это макро. Макро 2-мегапиксельное. Причем я делал фотографии на все камеры, делал много, часто. Что хочу сказать просто о камере? Блин, она действительно хороша. Единственное, что мне не нравится именно в камере, как в фотокамере, потому что про видео возможности я чуть дальше расскажу. Это то, что фотографии делаются долго. То есть ты взял, нажал, сфотографировал. Вроде ты сфотографировал, а система после того, как ты сфотографировал, тебе говорят, типа не дергайся, братан, я там что-то делаю. И мне это как-то, ну, не очень так нравится. Что это на мне указывает, что мне это не дергайся. Я думал, что это когда у тебя включен искусственный интеллект. Да, штук прикольная, наводишь куда-то, она там распознает, что это цветочки, что это жрачка, что это еще что-то. Я отключил искусственный интеллект. Делал фотографии без искусственного интеллекта. Но все равно она говорит, система тебе говорит, что не дергайся, я снимаю. Как-то вот так вот. Касаемо ширика. Прикольно. Я всегда говорил, что ширик это прикольно. Макро. Касаемо макро. 4 сантиметра расстояния от объекта. С одной стороны, действительно очень круто. Вы сейчас видите фотографии. Блин, вообще бомба. Но я взял, короче, оптический зум 3x. Да, тут оптический зум 3x. И сделал фотку примерно такую же. И, как мне кажется, получилось почти то же самое. Ну, вот вы сейчас все видите. Если вдруг я чего-то не замечаю, или есть какие-то различия, то напишите об этом в комментариях. Еще. Касаемо фотографии, меня поразила одна вещь. Это зум. Да, понятное дело, зум 3x. Оптический, классно, вау, замечательно. Но то, что меня действительно поразило, это зум 30x. Понятное дело, что он там цифровой, но все равно 30x. Просто вот вы сейчас видите фотографии, вот просто сделано, да, 1x. И 30x. 30x. То есть вот этот дом, который на фотографии, где-то там далеко, да, ты там видишь его размыто. Но ты можешь посмотреть. Ты действительно можешь посмотреть. И ты носишь с собой в кармане смартфон, в котором камера еле-еле выпирает. Она выпирает, но еле-еле. Я просто к чему это говорю, потому что у меня есть этот зум от Самсунга. И там как бы балда такая, и там 10x. И понятное дело, что это разные вещи, я говорю. Но просто для человека, который сталкивался с этим, он понимает, что, блин, пофигу, что это цифровой 30x. На нем можно разглядеть на этой фотографии что-то. И меня это очень сильно удивило. Я прям ого-гошеньки был как удивлен. Но да ладно, давайте перейдем к видео возможностям камер. Если говорить о цифрах, то тут как-то все скучно. 4К 30 кадров в секунду. Давайте сразу кину вам... Нет, нет, сначала подождите. Сначала вам расскажу про цифры, потом расскажу про фишки, и потом покажу примеры. 4К 30 кадров в секунду, с ограничением в 10 минут. Full HD 60 кадров, Full HD обычный, Full HD на весь экран. Короче, казалось бы, да ничего особенного. Но первое, что меня поразило, это стабилизация. Тут она дикая. Прям, когда ты снимаешь Full HD, когда ты снимаешь Full HD 30 кадров, да и на 4К она тоже довольно-таки хороша. Здесь хорошая стабилизация во время съемки видео. Далее. Тут есть возможность переключения между камерами во время съемки. То есть, давайте я вам покажу пример. Honor 20 Pro, пример съемки видео, разрешение 4К, смотрим стабилизацию. Тут заявлена очень адская стабилизация. В общем, вот так вот он снимает в 4К. Но это еще не главная фишка. Главная фишка, что во время съемки ты можешь переключиться на ширик. И будет вот так. И вот так. И 3Х. А ну-ка, с 3Х будет стабилизация. Ну-ка, сомневаюсь. Вот это нормальный режим. Вот это, кстати, очень крутая фишка, что ты во время съемки можешь переключаться между режимами. Пример съемки видео. Honor 20 Pro. Разрешение Full HD, широкий экран. У меня сейчас на экране как будто бы вообще дичайшая стабилизация. Хотя я иду. Ощущение, что на экране картинка просто замерла. И тут мы также можем переключаться и на ширик. На ширик, я сказал. И на 3Х. И на 5Х. И опять на 3Х. И на опять 1Х. Пример съемки видео. Full HD. 60 кадров в секунду. Опять же, на экране я... Почему-то на 4К такого не было. На 4К экран трясся. Тут на Full HD как бы экран настолько плавный, что я даже не знаю. Так. И опять же. Прямо на ходу переключаемся на ширик. Вот на ширик. На 3Х. Нет, это я не 3Х. Это я что-то другое нажал. 3Х. А что у нас с 3Х? Что-то как-то размыто все. 5Х я вообще боюсь. Но это 60 кадров. Ну и почти сток. Пример съемки видео. Honor 20 Pro. Full HD. 30 кадров. Не могу сказать, что так же плавно, как на 60 было. И как на широком экране. Вот так вот это выглядит. Также есть возможность переключиться на ширик. На ширик, я сказал. На 3Х. Вот тут, конечно, картинка с 3Х гораздо лучше. 5Х. Тоже более-менее вменяемая. И стандартно. Меня, честно говоря, очень сильно поражает вот этот функционал возможности переключения. Вот вы сейчас видели примеры всех камер. И видели, что я во время съемки тупо переключаюсь на ширик. Просто вот иду, иду и хочу показать немножко больше во время своего видео. Просто переключился. Я почему этому удивляюсь? Я специально проверил, попросил ребят с Telegram чата, чтобы они проверили это на Mi 9. На Mi 9 это невозможно. У меня вон там лежит OnePlus прошный. На нем тоже это невозможно. Получается, это крутой, уникальный функционал. Правда, мало кому он нужен. Но мне лично он нужен. Мне он показался очень крутым и очень классным. То, что можно зафиксировать фокус. В принципе, ничего такого особенного. Просто зафиксировал фокус. Он будет один фокус. Также он одновременно с фокусом фиксирует экспозицию. Для тех, кому это нужно, это нужно. Мне кажется, это процентов 5 из тех, кто вообще пользуется смартфонами. И, что еще очень важно, к этому смартфону можно через переходничок подключить петличку. Вот эту петличку. Я ее специально подключал и проверял, пишет ли она звук. Зачем я это делал? Потому что я давно как бы ищу смартфон, на который снимать. Я его нашел. Это другой смартфон от Яблоков. Но не суть. Суть в том, что я проверил на своем миксе третьем. Я проверил на прошке седьмой и они этого не могут. То есть, ты когда к ним подключаешь петличку, они звук пишут с микрофона. Когда ты к этому смартфону подключаешь петличку, он пишет звук с петлички. Это для тех, кто видеосъемкой занимается и для тех, кто снимает на смартфон видео, это, не знаю, мне кажется, должно быть очень важно. Я опять же с этого тоже офигел. Думаю, как? Почему только на Honor это можно? Почему на там нельзя? Меня это тоже очень приятно удивило. Далее. Далее, наверное, стоит уже все-таки поговорить об оболочке, об андроиде. Итак, по поводу оболочки. Тут стоит 9-й андроид. На 9-й андроид установлена Magic UI 2.0. Magic UI. И первое мое впечатление, я такой, включаю смартфон, прохожу вот эти всякие регистрационные данные и первое, что меня встречает, это диалоговое окно, которое спрашивает, какие вам предустановить приложения? Первое включение, они меня спрашивают, приложения, какие предустановления? Ну, я к тому, что рекламные приложения, меня это, конечно, порастроило. Я всегда говорил, говорю и, наверное, буду говорить, что какого фига в смартфоне за такие деньги есть рекламный мусор? Хотя, честно говоря, ну, да ладно. Короче, меня это очень сильно простроил, я, естественно, все отключил, правда, честно скажу, половину из того, что, ну, как половину, да, давно мне предлагала Сбербанк Онлайн, там был, я видел в списке, предлагала, что там, Авито поставить, Алик, я как бы все равно все это отменил, все это поставил, но, после того, как я отменил, отказался от установки рекламных приложений, я такой сразу включаю и на рабочем столе у меня другие рекламные приложения, охеренно думаю, спасибо, от души, естественно, я все поудалял, нафиг, но, правда, кое-что опять потом с плеймаркета поустанавливал, но мне это очень не нравится, я не люблю, когда сразу тебе наваливают огромную кучу рекламных приложений, когда ты смартфон покупаешь недешевый, касаемо работы самой оболочки, вообще беспроблемно, все летает, все хорошо, за то время, сколько я им пользуюсь, ничего не заглючило, на удивление, я ждал, думал, ну, пожалуйста, давай, и касаемо производительности, тут Kirin 980, я с процессором сталкиваюсь впервые, и знаете что, я был немного удивлен, не могу сказать, это приятное удивление, неприятно, ну, короче, давайте объясню, с чего все, я сразу ставлю Antutu и запускаю его, первый раз, когда я запустил Antutu, он выдает 206 тысяч баллов, я думаю, не знаю, наверное, нормально для 980-го Kirin, окей, хорошо, запустил PUBG Mobile, играю, все хорошо, без проблем, нормально, кстати, сразу скажу по поводу разряда, при игре в PUBG Mobile 44 минуты смартфон садится на 14%, в принципе, результат очень даже неплохой, но, это при обычном режиме, да, при котором в Antutu он набирает, сколько там, 206 тысяч, я сказал, причем я делал тест на Antutu, наверное, раз 5, это в обычном режиме, и раза 3, наверное, в Ultra, как он там называется, этот режим, яркость, нет, где же, в производительном режиме, вот, причем, если в обычном режиме он колеблется от 196 тысяч, до 211, разные результаты у меня были, то в производительном режиме в Antutu смартфон набирает уже ближе к 300 баллам, там, 286, 264, правда, раз у меня 248 набрал, и я понять не могу, как это работает, почему такой разлет огромный, да, хорошо ты там сделал, ну какой огромный, в принципе, 206 и 196, это всего лишь 10 тысяч баллов в Antutu, в принципе, наверное, небольшой такой разлет, но, когда ты ставил производительный режим, да, разлет был от 248 до 296, вот, вот такие вот результаты, касаемо производительного режима, что в нем прикольного? Ничего, я даже не могу понять, зачем этот режим нужен, потому что, якобы, включил игру, в обычном режиме ты в тот же PUBG Mobile играешь без проблем, вообще все работает, все хорошо, запустил производительный, запустил игру, все то же самое без проблем, только батарейка быстрее садится, на кой он нужен, непонятно, может быть, объясните мне, и сразу, раз уж мы говорим про производительность, соответственно, давайте расскажу про батарею, в общем, продержала батарея 31 час, то есть, сутки и еще часов 7, потому что я последний скриншот сделал, когда было 13%, потом что-то какое-то время еще прошло, но не меньше часа, возможно, даже больше часа, и на 3% он у меня вырубился, почему-то именно на 3%, то есть, не на одном, 31 час, но это вообще без игр, это вообще, ну, я пару раз запустил пак, не играл в него, просто там, пособирал всякие плюшки и вышел из него, в принципе, неплохо, для без игр, сутки, при батарее в 4000 мАч, я считаю, что неплохо, вот сейчас идут сутки, но уже с играми, я, соответственно, сегодня играл и на сейчас, и вот прямо сейчас во время съемки при вас, ух ты, я могу не успеть, у меня камера садится через, ладно, сейчас быстренько зайду, батарея, использование батареи, не туда зашел, статистика использования батареи, вот, используется 21 час, и у меня осталось 29%, то есть, в принципе, сутки, вообще на изи я пойду, но вот эти сутки я много его использовал, ну, в плане игр использовал, и все, короче, я игры только добавил, и вот, если ты играешь, то сутки, если я больше уже сегодня, или буду играть, наверное, он тебя держит, еще, кое-что о системе, системе, короче, очень много всего глубоко закопано, такого, что, к примеру, разрешение экрана, сейчас у меня стоит умное, да, то есть, тут можно поставить, чтобы было Full HD+, а можно, чтобы HD+, при HD+, меньше садится батарейка, но за время использования я не заметил, чтобы ухудшалось, как бы, разрешение экрана, возможно, он как-то это делает, сам, в тайне, там, не знаю, вообще, сразу быстренько отвечу, еще на частые вопросы на форумах, первое, что люди спрашивают, есть ли, поддерживают ли 5 ГГцовые сети, 20 Pro, 5 ГГц поддерживает, дальше, есть ли вопросы, есть ли проблемы с NFC, с первого, там, с первого дня использования, используя NFC, ни разу проблем не было, причем, в отличие от других смартфонов, NFC, вот если, а другие смартфоны я прикладываю к этой фигне, которая, то этот смартфон я даже не прикладываю, там, где-то сантиметра полтора-два остается, и оно уже срабатывает, вот такая вот штука, поэтому я не знаю, будьте осторожны на всякий случай, хотя при выключенном экране, ни хера не работает NFC. Перед тем, как подвести итог, хотел бы еще сказать, что я использую флайподсы, и с Honor они работают как-то прикольно, во-первых, когда ты их подключаешь, тут возникает такая анимация, как на iPhone, когда ты подключаешь эти earpods, и то же самое, и объективно держится лучше связь, то есть если раньше я слушаю музыку, могу положить в задний карман смартфон, то может как-то обрываться связь во время прослушивания, то на Honor я такого пока не заметил, возможно, дальше замечу, пока не было, и, как мне показалось, звук немножечко сочнее, вот, не знаю, может это, конечно, психосемантика, с чего он вдруг будет сочнее, может быть какие-то пресеты срабатывают, может быть что-то еще, но я поделился тем, что есть, совсем забыл рассказать, я наверняка это обещал в начале видео, короче, помимо того, что там при покупке смартфона ты получаешь какой-то подарок и так далее, я, ну как случайно узнал, я такой сижу, мне пишет какой-то англоязычный парень, говорит, дружище, у тебя Honor 20 Pro, а я в Instagram выкладывал фотку, типа, вот смотрите, если человек по указу добавил, 30-й грамм, ну да, он говорит, а поделись со мной этими подарками, что за подарки, он говорит, берешь, заходишь в, сейчас скажу точно, куда я захожу, заходишь в UpGallery, в UpGallery заходишь в профиль, и в профиле, в самом верху, вверху есть пункт подарки, и вот тут, ну казалось бы, такая вот фигня, да, в разных приложениях, в разных таких играх, не очень популярных, ну как не популярных, вот этот, Legacy, Discord, наверное, там, ты получаешь подарки, он у меня попросил, говорит, вот тут есть подарок для Fortnite, кстати, Fortnite тоже хорошо идет на этот смартфон, вообще без проблем, и я такой захожу, нажимаю получить код, мне, естественно, система говорит, что этот подарок не совместим с вашим смартфоном, потому что это смартфон для прессы, как я понял, вот, но вы не забывайте, если вы купили этот смартфон, то заберите все подарки, да, то есть, они находятся, UpGallery, профиль, и подарки, и там будут какие-то маленькие нишкички, если подвести итог, смартфон меня, честно сказать, удивил, причем удивил приятно, понятное дело, он не идеальный, в нем есть минусы, такие как куча рекламного софта, который меня раздражает, прям ух, какая куча, хотелось бы, конечно, 4К 60 кадров в секунду, без ограничения времени, но, зато тут есть возможность переключения между камерами во время съемки видео, есть возможность подключить петличку, и она будет работать, ууу, плюс этот безумный 30х зум, но это правда, напоминаю, что это при съемке только фотографии, при съемке видео, нет, там по-моему 10х, и все как бы, ну там после трех идет уже цифровая, и вот 3х, классно, короче, удивил смартфон, на удивление, он еще и работает, стабильно, на удивление еще, а, ну это же того же бренда, наушники, хотел сказать, наушники классно с ним работают, прям тот же самый бренд, вот, я приятно удивлен, и честно скажу, без предвзятости, могу его рекомендовать, не по той цене, которая, что он сейчас стоит, это как бы, дороговато, даже с учетом подарка, с учетом внутренних подарков, дороговато, стоит чуть-чуть подождать, и прям, да, берите, потому что, блин, действительно классный, вот я сколько лет, не пользовался смартфонами, и не брал на обзоры этого бренда, я вот взял, второй уже смартфон, у меня был еще один обзор, я может куда-нибудь, вот сюда кину ссылочку, посмотрите, и, блин, классный, если подешевле, если подешевле его еще купить, вообще прям огонь будет, просто топ, все, ладно, видео и так получилось довольно-таки длинным, всем спасибо за просмотр, пишите свои комментарии, и, все, все, короче, всем спасибо за просмотр, всем пока!